Бой в районе пограничного пункта В этот момент по нейтральной территории из Украины в Россию направлялись беженцы Их было так же много, как и неделю назад, когда мы снимали их здесь, на границе Но в эту ночь они практически оказались на линии огня Женщины и дети Пограничная и таможенная службы России открыли зеленый коридор и запустили всех людей Без досмотра вещей и документов Мы достали паспорта, миграционные карты Они у нас прямо так вот затолкали всех в автобус А не нужно никаких нам миграционок, быстро-быстро садитесь И вот буквально мы были последний автобус, который пересек уже под линией обстрела на Изваринском пропускном пункте Мы детей всех положили на пол, лицом вниз, закрылись с собой, было безумно страшно Но водитель, конечно, не мог лечь, поэтому он под пулями у нас провез Таможни с украинской начали стрелять, вообще страшно Начали всех эвакуировать, но мы прыгали, все прыгали, в какую попадет машину и убегали Угроза была, люди, находившиеся на нейтральной полосе, были пропущены сотрудниками пограничной службы РФ и таможенной службы Через пункт Донецк, мап Донецк Утром небольшое затишье, съемочные группы смогли добраться до российской погранзаставы, но снова боевая тревога Буквально пять минут назад всех эвакуировали, в том числе и нас, с пункта пропуска Донецк Это российская территория, напомню, на той стороне пункт пропуска Изварина, это уже Украина Есть информация, что сюда, со стороны Луганска, движется какая-то военная колонна Всех увезли в ближайший полевой лагерь, он находится недалеко от границы С одной стороны здесь уже безопасно, с другой при желании можно дойти пешком от пограничного пункта минут за десять Люди, которые пережили эту ночь и пересекали границу сегодня, еще долго будут приходить в себя Война идет страшно, то есть это прямой беспредел Это, можно сказать, те люди, которые это делают, это просто уроды, по-русски говоря То есть выносить это в душе невозможно, у них нет ни Бога, ни души, ничего Я хочу передать привет отцу с матерью, значит вы держитесь, все будет нормально Нацгвардия творит ужасные вещи Их там много еще? Очень много, их убивают, их режут, мужчин расстреливают А старики, которые видели Великую Отечественную, говорили, что даже в 41-м так страшно не было И голод, и холод, и все, ну такого беспредела у войны немец, на что бы, это такого не было, как сейчас Сейчас не считаются ни с детьми, ну ни с чем, ни с чем, и все Это просто беспредел Я этих бандеров сама задушила Показывают украинские все каналы Что думают, мы террористы, все дети террористы Взрослые все, старики Что здесь террористы, надо их стрелять, уничтожать, бить После произошедшего около сотни украинских пограничников перешли на территорию России Продолжение следует...